Я понимаю господина Соловьева, нынешней российской власти и российским средством массовой информации. Действительно трудно понять, как может человек говорить вот такую правду в лицо, как говорится, потому что она всегда была за семью печатями, семью замками. И в России любой, кто осмелится говорить хоть какую-то правду, подвергнется гонениям. И обращаются они к Пашиняну, как к нынешним властям, которые подконтрольны Кремлю, и посылают им посыл с требованием или с намеком наказать так называемого виновного, который осмелился говорить эту правду. Я думаю, что господину Соловьеву и всем его приспешникам следует наконец понять, что времена вот такой жесткой цензуры империи Советского Союза давно в прошлом. И Армения, как бы мы ее не считали пока еще подконтрольной Кремлю страной, она тем не менее является хоть немного суверенным независимым государством. В Армении, я надеюсь, уважается свобода слова и свобода выражения своих мыслей на митингах в том числе и в частности. А все, что я сказал, это чистая правда. Я перечислял лишь немного исторических фактов из того множества фактов, которые имеются в истории русско-армянских отношений. Я перечислил лишь некоторые из них. Я цитировал на министра иностранных дел, хотел сказать Лаврова, нет, не Лаврова, Лобанова Ростовского, министра иностранных дел царской России, середина-конец 19 века, нам нужна Армения без армян, вы можете найти эти слова в интернете. И я цитировал Михаила Юрьевича Лермонтова, гениального русского поэта, одного из моих любимых поэтов, наряду с Пушкиным, который сказал, «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты им преданный народ, быть может, за стеной Кавказа сокроюсь от твоих пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей». Прекрасные слова, прекрасная рифма. Так что сам Михаил Юрьевич Лермонтов говорил о власти Российской империи и описывал свой побег от этой власти. «Критиковал, правильно?» «Естественно, критиковал, я думаю, не хвалил». «Сами великие представители русской культуры критиковали имперскую власть и имперскую политику, а еще...» «Да и сам народ, если вы посмотрите на русский народ и на его нынешнее положение, я думаю, вряд ли кто-либо поспорит со мной, что сейчас русский народ доволен своим социальным и экономическим положением, доволен этой властью. Я думаю, ничего нового я здесь не сказал». Редактор субтитров А.Семкин